Сегодня тысячи людей, которые в последние дни пользовались услугами аэропорта Шереметьево, сильно нервничали, пытаясь разыскать свой багаж. Еще 2 августа в системе сортировки терминала Д произошел сбой. Многие пассажиры, отправлявшиеся на отдых или по делам, остались без своих сумок и чемоданов, застрявших в Москве. В аэропорту уверяют, что с багажным коллапсом почти справились. Все это время в авральном режиме вещи сортировали вручную и в ближайшее время их должны отправить к местам назначения. Однако поверить в это непросто, учитывая, что сейчас разгар сезона отпусков и сбой в системе был связан именно с ее перегрузкой. В прямом эфире из Шереметьево к нам присоединяется Гарри Кневницкий. Гарри, ну и так, каков объем багажа, который не улетел и как решается ситуация? Ольга, по данным на эту минуту, все еще не отсортировано примерно тысяча сумок и чемоданов. Это значит, что некоторые люди уже третьи сутки находятся в отпусках без купальников и вообще каких-то предметов первой необходимости. К тому же многие выезжают на отдых с семьями, с теми же маленькими детьми. Из-за таких пассажиров обидно вдвойне. Да и элементарно лишиться тех же ключей от квартиры или, пардон, нижнего белья не по своей вине. Согласитесь, очень обидно. Я летела вот через Москву из Сербии. Несколько человек получили свой багаж. Потом мы поняли то, что на багажной ленте уже ничего нет, кроме нескольких чемоданов с другого рейса, видимо, с предыдущего. Ну, это практически был полный самолет. Все эти люди выстроились в офис, который занимается розыском потерянного багажа. Создалась очень большая толпа, то есть собралась большая очередь. Все были недовольны. Сбой в электронной системе сортировки багажа длился примерно сутки. С вечера прошлой пятницы до вечера субботы. За это время адресатам не было доставлено примерно 6 тысяч сумок и чемоданов. В пресс-службе Шереметьево говорят, что это не вина аэропорта. Все претензии к партнерам компании Вандерланда Индастри, с которой и занимается обслуживанием системы. Этот сбой привел к тому, что необходимо было в ручном режиме. Прорабатывать багаж, поэтому часть багажа осталась в Шереметьево. В течение времени аэропорта Шереметьево, багаж системы в терминале Д, работает в штатном режиме. Фактически весь багаж мы уже отправили, дослали по рейсам. Поэтому в течение ближайших суток пассажиры получат весь свой багаж. Работники аэропорта Шереметьево и авиакомпании Аэрофлот сортировали багаж вручную. Ведь в выходные прибывали все новые и новые пассажиры. Понятно, что багажа становилось только больше. И им удалось отсортировать примерно 9 тысяч, вручную 9 тысяч сумок и чемоданов. Это нарушение связано с работой оператора, обслуживающего систему обработки багажа в терминале Д. Коснулся авиакомпании, конечно же, коснулся, поскольку это коснулся наших пассажиров. Сотрудники авиакомпании прилагают максимум усилий, чтобы разместить задержанный багаж на вылетающий в ближайшее время рейс. Как нам сообщили в Аэрофлоте, уже вторые сутки система работает без сбоев. Но между тем, Московская межрегиональная транспортная прокуратура заявила о том, что в любом случае начата проверка. Ольга Александровна. Спасибо. Это был Гарик Негницкий из Шереметьево, где разбираются с последствиями багажного коллапса.